МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кубок Солей особо ничем поклонников хоккейных клубов Гомельской области не порадовал. Розыгрыш трофея еще продолжается, но в полуфинальную стадию ни Гомель, ни Жлобинский металлург не прошли. На прошлой неделе стальных волков разгромился Легорский шахтер и неожиданно обыграл хоккейный клуб Лида. Гомель первое поражение в своей подгруппе получил в матче с Динамо-Молодечно. Дела могла поправить домашняя игра против столичной юности. Сложно вспомнить все матчи, в которых на одном льду оказывались эти два клуба. Но с уверенностью можно сказать, что каждая такая встреча получалась сверхпринципиальной и захватывающей. На это болельщики рассчитывали и в борьбе за Кубок Солея. Цена этого матча в турнире была высока и предельно ясна. Победитель выходит в следующую стадию. Обе команды выходили бороться за свое будущее в Кубке Солея, имея четкий план действий. Вот только гомельский вариант почему-то не сработал. Первый период юность провела на отлично. Атаки на ворота Игоря Брекуна начались с первых же минут. И в итоге он не выдержал. Только-только подошло к концу удаление Глебова и временное преимущество гостей, как они заявили о своих претензиях на победу. Сработала связка разводовский-Кирющенков. Эта шайба сразу же выбила гомельчан из Калии. На 15-й минуте разводовский счет удвоил, расстреляв рамку Брекуна после паса из угла площадки, подкорректированного партнером на пятачке. Хозяева попадали только в штангу. Ничего лучшего противопоставить юности не могли. Что-то не получалось, сегодня какая-то нервозность. Много большинства, блин, не реализовали. Хотя моменты были, в пустые ворота не забили. В штангу попали. Как бы первый натиск не выдержали, наверное, соперника в лице юности. Пропустили. Скажем так, быстрый, наверное, гол. Второй, может быть, надломил. Хотели свернуть в игру, вроде получилось, но в итоге так до взятия ворота не пришло. Будем работать на тренировках, ничего страшного. Во втором периоде гомельчане постарались взять инициативу в свои руки. Выдали несколько убойных моментов. На высоте был вратарь. Удержать ворота на замке удалось, а вот сократить счет – нет. Провалили стартовый отрезок, просили, чтобы по-другому сыграть. Не получилось. Соперник был активнее, сыграл над сильнее под воротами. Во втором периоде перестроили игру, немножко завладели инициативой, но очень беззубо сыграли в атаке. Но в целом, в результате был момент у нас так, полумомент, где можно было еще побороться, когда в долине Баламусиянка забегал. Может быть, ситуация сложилась по-другому. Но дело не в этом. Дело просто нужно перестраиваться, играть по-другому. И люди должны понять, что нужно бороться, проявлять характер, несмотря ни на что. Это очень важно. И предстоит очень большая работа перед нами. Все вопросы снялись в третьем периоде. В один момент гомельчане на 9 секунд остались втроем. Первый удаленно уже вышел на лед, однако юность успела собраться быстрее. 0-3. Вратарь Рысь и Игорь Брекун игру не спас, а только выплескивал свою злость на инвентарь. Чистая победа. Не ожидали мы сами, что все здесь продолжится для нас. Ребята поздравляют с выхода в финальную часть. Все пройдено. Уже по итогам четырех игровых дней Кубка Беларуси определилась четверка команд, которые осенью продолжат борьбу за трофей на полуфинальной стадии. Из подгруппы А в следующий раунд с первого места вышел Солигорский шахтер. Со второго Новополоцкий химикска. В подгруппе Б путевку в полуфинал досрочно оформили Динамо Молодечный и Столичная юность. Последние матчи в подгруппах уже ничего особенно не решали. Но для клуба в Гомельской области это был своеобразный гол престижа. Жлобинский металлург дома обыграл Новополоцкий химикска. 2-0. Да и гомельчане на своем льду остались победителями. 4-0. Напоследок покорен Могилев. Команды высшей леги футбольного чемпионата Беларуси сыграли 16-й тур. Представители Гомельской области провели матчи на своих полях. Славия в Мозыре принимала соседа по турнирной таблице Жодинская торпеда Белас. А вот Гомелю было куда сложнее. В соперниках лидер Борисовский Бате. Матч с лидером чемпионата – настоящее испытание для молодой гомельской команды. И поддержка трибун в этом противостоянии будет совсем не лишней. А потому накануне клуб провел акцию. Футболисты вышли на улицы города, чтобы лично пригласить гомельчан на трибуны. Хотелось, чтобы люди приходили и поддержали свою команду. И нам будет намного легче играть. И комфортнее. То ли акция возымела действие, то ли тот факт, что в соперниках Баты, однако на трибунах Центрального, согласно протоколу, собралось более трех тысяч человек. Да и Алексей Теслюк слово сдержал. И болельщики о походе на матч не пожалели. С первых минут борисовчане дали понять, что намерены отправиться домой с тремя очками. Работы у гомельской защиты и галкипера Олега Ковалева хватало. Однако и хозяева отсиживаться на своей половине до финального свистка не собирались. В середине первой половины игры Геннадий Близнюк пасом вывел Алексея Теслюка на рандеву с борисовским галкипером. Но нападающий не смог его переиграть. На старте второй половины игры уже сам Близнюк имел отличную возможность, однако мяч после удара головой улетел за пределы поля. Пацаны вес игры борисовчане ужесточили давление на ворота хозяев. Те, в свою очередь, заиграли агрессивнее. На последней минуте у гомельчан была хорошая возможность сотворить сенсацию. Однако Виталий Новик из хорошей позиции не попал в ворота. В результате боевая ничья 0-0. Для одних этот результат сродни победе, для других – поражению. Мы, конечно, расстроены, что потеряли очки второй группы подряд. В атаке не можем забить. Имели большое преимущество территориальное. И достаточно было, ну, не скажу, что, может, стопроцентных моментов, но там, где могли выжимать, не выжили, не забили гол. И, к сожалению, получали контратаки. Хочу поздравить гомельчан с хорошей игрой. Они заслужили эту ничью, свою самоотдачу, бою, бою, молодцы. Владимир Гольмак был настроен более позитивно. У него больше поводов быть довольным своими подопечными. В прессинге на своей половине нам даже тяжело приходилось. Низко садились. Да, но мы не использовали то, что у нас было. Были моменты в первом тайме, особенно на 90-й минуте. Поэтому всегда момент будет, когда играешь в футбол. Когда мучаешься, он может и не быть. Поэтому нам здорово, что мы в ничью. Конечно, батэ чуть будет сложнее. Но я желаю им успешно выступить на Еврокубках. Наверное, за них болеет вся страна. Славя в минувшем туре на своем поле принимала жоденская торпеда «Белас». Мазыряне уступили 1-2. В турнирной таблице Славя занимает 11-е место. Гомель располагается на строку ниже. Пока футболисты Гомеля показывали чудеса сопротивления батэ, клубные фанаты устроили собственное состязание. И как положено на футбольном поле. 32 команды приняли участие в турнире болельщиков. Те, кто обычно дают советы с трибун, сами оказались в роли спортсменов. События развернулись на базе футбольного клуба в Новобелеце. Участие в соревнованиях подтвердили 32 любительские команды, которые на первом этапе составили 16 пар. К сожалению, двум командам были засчитаны технические поражения из-за неявки. Но все остальные боролись за выход в 1-8 финала. Все эти люди абсолютно разные. Одни никогда не выходили на поле. Максимум гоняли мяч во дворе с друзьями. Другие играют за не очень известные мини-футбольные клубы. Но одно объединяет их всех – это болельщики футбольного клуба «Гомель», которые искренне переживают за свою команду. И, как известно, лучше всего знает, как играть тот, кто сидит на диване перед телевизором или непосредственно на трибунах. И желание научить и подсказать игрокам, как правильно действовать, не исчезает. Подготовились к турниру болельщики серьезно. Тренировки, одинаковая форма и тяга к победе. С одинаковой отдачей на поле работали и подростки, и опытные мужчины. Не обращали внимания даже на травмы. И использовали любую возможность, чтобы познакомиться и пообщаться. Играли по правилам мини-футбола. На поле один вратарь и четыре полевых игрока. Победителем стала команда «Трудовые резервы», которая в финале со счетом 3-1 обыграла «Голливуд». Третье место разделили между собой команды «Гомельком» и «Фофан». Награждение победителей состоится 30 августа. В перерыве матча «Гомель-Торпеда-Белаз». В «Гомеле» разыграли кубок областной федерации футбола. В международном турнире приняли участие четыре мини-футбольные команды. «Гомельские дружины», «Белорусская чигунка», «ВРЗ» и «Агрокомбинат Южный». А также сборная Грузии. За четыре дня команды провели по три игры. График напряженный, но для игроков эти соревнования в какой-то степени отдых от тренировок. В матче открытий победу оспаривали «ВРЗ» и «БЧ». В текущем межсезонье команды уже встречались, но то были товарищеские игры. Турнир – другое дело. «Самое главное – это лучше, чем играть товарищеские игры, потому что есть соревновательный стимул. Организовали такой турнир. Совместить и соревновательный процесс, и подготовительный». У тренерского штаба вагоностроителей на турнир также были планы. Окончательно определиться с футболистами, которые продолжат готовиться к чемпионату страны. «Селекция у нас продолжается на этом турнире и закончится, я думаю, что по окончании этого турнира. Определимся уже с составом, я думаю, еще сыграем один спарринг, ну и уже чемпионат». Гомельские команды сыграли в ничью 2-2. Следующими на паркет Дворца игровых видов спорта вышли агрокомбинат «Южный» и сборная Грузии. Грузины сейчас готовятся к отборочному турниру чемпионата мира. Беларусь и Гомель в частности для проведения сбора выбрали не случайно. «Белорусский футзаль в нашем большом уровне. Сейчас мы знаем информацию, что у вас подъем футзальный, мини-футбольный по-вашему. У нас абсолютно новая команда, очень много молодых ребят. У вас клубы очень сильные. Мы, чтобы опыт у наших ребят, это молодых, чтобы появился у вас». Новичок высшей лиги национального чемпионата впервые попал в объектив нашей камеры. И было интересно, что представляет из себя эта команда. Игра со сборной Грузии показала, что «Южный» обладает сильной вратарской линией и крепкой обороной. В межсезонье команда пополнилась тремя легионерами из Украины. «В прошлом году, когда уже мы знали, что мы, в принципе, по-любому выходим, у нас-то и задача была первое место занять, потому что мы его уже неоднократно занимали. Мы уже планировали, что к нам мы должны взять легионеров. А то, что касаемо наших белорусских игроков, у нас, в принципе, был свой довольно-таки неплохой подбор. Единственное, мы взяли Данилейку с СМП, а так, в принципе, все наши». Противостояние сборной Грузии и Южного завершилось победой белорусов со счетом 3-1. «Кого-то недооценили, что-то недоработали, кого-то недооценили. Сейчас поработаем, отдохнем чуть-чуть, и завтра будет другая игра, я вам обещаю». На следующий день команда Грузии действительно показала другой футбол. Победа над ВРЗ за счетом 3-1. «Бычи» обыграла агрокомбинат «Южный» 3-0 и возглавила турнирную таблицу. В предпоследний игровой день встречались ВРЗ и агрокомбинат. Победа со счетом 4-0 и итогово третье место достались вагоностроителям. Кубок областной федерации футбола оспаривали БЧ и сборная Грузии. Причем железнодорожникам для победы в турнире было достаточно и ничьей, которые они в итоге и добились. 2-2. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин